добрый день уважаемые коллеги у нас сегодня такая скажем так хайповая тема тема которая сейчас активно муссируется во всех средствах массовой информации в сети да и вы наверняка пользуетесь уже этими инструментами но даже если не пользуетесь то наверняка о них слышали поговорим сегодня о нейросетях и о том как их можно использовать в работе учителю и библиотекарю посмотрим с точки зрения конкретных инструментов много теорий не будет сегодня сегодня больше будет такая небольшой забег по некоторым инструментам на основе нейросети с точки зрения их полезности использования в работе и так ну все равно немножко таких вступительных слов про нейросеть откуда что пошло и как это все работает нейросеть это тип машинного обучения при котором компьютерная программа имитирует работу человеческого мозга как нейроны в мозге передают сигналы друг другу так и нейросети обмениваются информацию только в качестве нейронов выступает вычислительные элементы когда я только начала погружаться в эту тему интересный такой факт для себя открыла что оказывается идея нейросети возникла еще в 1944 году а первую обучаемую нейросеть создали уже в 57 и вот с тех пор нейросети все совершенствуется и совершенствуется на данном этапе мы с вами имеем уже самообучающиеся нейросети которые не требуют специальной настройки а уже самостоятельно обрабатывают входящую информацию и выдают по запросу какой-либо результат и так с точки зрения использования нейросетей понятно что их используют везде и в научных отраслях и в сфере прогнозирования статистики медицине и многих других сферах деятельности а вот как их использовать например в работе библиотеки или в школе я вот для себя открыла несколько таких вариантов как можно примерять нейросети но самый такой основной лежащий на поверхности это генерация и редактирование изображений огромное количество существует онлайн сервисов которые позволяют создавать картинки для своих проектов для своих презентаций для каких-то других целей тоже работа со звуком это не запись звука именно редактирование звуков то есть нейросеть позволяет быстро редактировать звук устранять какие-то дефекты шумы разбивать звук в звуковую волну на дорожку и на музыку и так далее дальше нейросети научились создавать презентации их тоже можно использовать в этом качестве умеют создавать тексты небольшие и даже тесты тоже посмотрим как это все работает но и наконец нейросети умеют работать с анимацией из видео ну тоже немножко об этом поговорим но это мне кажется тема уже целого отдельного вебинара потому что там много всего всего чтобы разобраться но все равно тему это немножко затронем собственно вот в таком порядке мы с вами сегодня и будем рассматривать эти сервисы естественно отобрала я для нашего анализа для нашего знакомства сервисы которые имеют хороший бесплатный тарифный план желательно чтобы они были на русском языке или хотя бы чтобы они понимали русский язык и начнем с генерации картинок и так сервисов таких достаточно много я выбрала 4 5 из них и мы на них собственно сейчас с вами посмотрим начнем мы сервиса который предлагает нам сбер нейросеть сбер называется кандинске может быть пользовались если пользовались ставьте что называется лайк огонечек а если не пользователь давайте я расскажу как здесь все работает в 2021 году появилась эта нейросеть полноценная версия 2.0 который уже для пользователей она возникла в 2022 году и вот с тех пор мы ей активно пользуемся у нас уже шесть огонечков появилась хорошо 7 но отлично значит знакомый инструмент сейчас работает уже версия насколько я поняла кандинский 3.0 и давайте посмотрим что предлагает эта платформа она позволяет создавать новые изображения в трех форматах генерировать их и новинкой сервиса стала генерация коротких видеоролик в кандинске видео с помощью этого инструмента можно создавать видеоролики и анимации длительностью до 8 секунд и с частотой кадров 30 кадров в секунду такая вот история необходимо регистрация для работы в сервисе ссылочку на сам сервис я вам отправила в чат если вам интересно вы можете по сегодняшним нашим ссылкам ходить и пробовать там правда нужна регистрация но если у вас есть желание можно попробовать а я покажу как внутри здесь все и струны сервис на русском языке здесь он достаточно несложно устроен если вы только начинающий пользователь то вы можете совершенно спокойно начинать освоение вот с этого сервиса собственно я так и начинала что здесь есть из инструментов внизу у нас окошечко для написания так называемого промпта промпт по-другому по-другому это запрос или описание это описание нашей картинки которую мы хотим видеть тут уже есть такая небольшая подсказка на основе которой можно написать свой первый промпт и попробовать что-либо создать есть промпт позитивный вот он сейчас открыт на слайде есть промпт негативный к негативным промптам относятся описание того что мы не хотим видеть на нашей картинке то что мы хотим исключить мы записываем наше описание либо такое либо такое либо и то и другое можно дальше выбираем стиль оформления здесь достаточно много разных стилей начинает цифровую живопись и заканчивая киберпанком выбираем что нам больше нравится выбираем формат нашей картинки разрешение стать максимальная а дальше мы выбираем формат либо квадратная либо прямоугольная либо какой-либо другой вариант и нажимаем на значок со звездочками назовем его так таким вот образом сам здесь генерируются картинки что еще есть из дополнительных функций на генерации нам предложат один вариант и если у нас немножко не устроил мы можем создать другой просто мышкой переносим вот это вот поле вот эту границу которая у нас здесь была картинки в другое свободное место на нашем черном поле опять появляется наш запрос и опять появляется пустое белое поле ну не белое в данном случае черное мы можем тут же этот промпт немножко модифицировать то есть мне не хватило на этой картинке допустим я хочу больше деревьев или больше песка или я хочу чтобы здесь появились люди то есть я сюда написала что вот мне нужны люди которые на этом пляже отдыхают и опять нажимаю на значок генерации таким образом создается вторая картинка модификация 1 смотрим сравниваем если опять что-то не то точно также мышкой вот эту вот рамочку переносим там рядом или вниз и вот таким образом мы можем генерировать но практически бесконечное количество изображений здесь лимитов по количеству нет таким образом мы можем получить сразу несколько вариаций скачать можно сразу все либо скачать по отдельности что касается анимации и видео это вкладка которая называется видео она предлагает нам два варианта это у нас вариант анимация и еще модель анимации и еще вариант модель видео чем они отличаются модель анимация предлагает нам прописать несколько сцен максимальное количество сцен здесь четыре четыре блока можно прописать по умолчанию уже две сценки добавлены то есть вот у нас вот в первой сценке предполагается роскошная яхта здесь какой-то призрак который летит по ночной поляне это естественно для примера здесь написано мы это все стираем и в этот промт вписываем то что мы хотим давайте я покажу что у меня получилось сразу же у меня две сценки на первой сценке у меня значит открытое море с волнами на второй сценке у меня парусник который по моей задумке должен приближаться становиться все ближе ближе и ближе опять-таки прописали запрос наш выбрали размер видеоролика и здесь еще есть такая опция как направление камеры мы можем выбирать как будет двигаться камера сверху вниз приближаясь отдаляясь и так далее и после этого нажимаем на кнопку генерации и получаем видеоролик его естественно тоже можно скачать к себе на компьютер если у нас выбрана модель видео это немножко другая история здесь точно также мы прописываем запрос и прописываем размер выбираем размер точнее а чем отличие как увидите тут нет сценок тут есть просто один общий сценарий в который мы вписываем наш запрос и получаем нечто вот я просила кошку которая ходит по подоконнику но я слишком много вы хотела на самом деле пришлось не запросовых скорректировать вместо ходящей кошки я получила сидящую но тем не менее вот такой вот опыт пока это естественно можно вот не рассматривать наверное как серьезное нечто я имею ввиду видео но тем не менее довольно интересно в развлекательной сфере уж точно это давно используется можно попробовать поэкспериментировать сети развивается и в общем неплохой вариант получается давайте смотреть дальше еще одна нейросеть опять-таки если знаете нажимайте на огонечки это сеть арт это русскоязычная отечественная разработка компания называется технологии автоматизации бизнес они запустили для генерации изображений сейчас она вообще кардинально переработалась там появилась лента картинок библиотека с картинками где можно даже ничего не киней жира подобрать себе какую-то подходящую картинку на свой вкус ну естественно поскольку это коммерческий продукт здесь есть ряд ограничений в день можно генерировать 8 изображений и 24 картинки в неделю небольшой водяной знак будет с правой стороны в углу как вы видите нас картинках но получается не хуже кандинского в некоторых случаях даже лучше так просят ссылку на кандинского сайт называется fusion brain вот там и регистрация давайте на арт посмотрим это вот мои эксперименты сейчас на экране вы видите давайте смотреть вот так сейчас выглядит это нейросеть после регистрации она здесь тоже необходимо вы попадаете в библиотеку уже созданных другими пользователями картинок здесь есть вариант с шаблонами а внутри шаблонов есть вариант стиле можно сразу посмотреть стиле картинок и выбрать подходящий как и в кандинском это было здесь стиле поменьше но мне понравилось что они проработаны мне показалось лучше ну на мой взгляд выбираем стиль для своего изображения ну и точно так же начинаем писать наш запрос я все сегодня по солнцу и по лету скучаю поэтому вот у меня запрос про солнечно-летний пляж выбрала я стиль цифровое искусство то библиотека картинок можно свободно пользоваться там ограничений нет если вам все равно придется зарегистрироваться по моему без регистрации это библиотека не открывается а чтобы делать свое будет уже ограничение за раз можно сгенерировать от одной до четырех картинок можно первую попытку начать с одной ну потом уже когда станем смелее то можно соответственно и больше но помним лимит 8 штучек выбираем разрешение изображение максимально 832 на 1216 ну и формат от портрета до фотографии ландшафтов после этого получаем готовый результат который можно немножко отредактировать внизу будет кнопочка доработать если мне мой солнечный пляж не очень понравился можно это изображение доработать либо создать похожие картинки сделать вариацию на эту же тему может быть другой цветовой гамме может быть другое освещение и так далее если вы хотите чтобы ваша картинка впрыгнула в библиотеку то можно ее тут же смело добавить в ленту ну и после этого либо увеличить ее можно и скачать либо просто скачать таким образом здесь все работает если хотите можно приобрести платный тариф он вполне себе подъемный 200 рублей в месяц стоит платная опция можно генерировать до 92 картинок в сутки вот такая история что касается доработки да это все будет входить в число 8 бесплатных картинок то есть мы платим за рисунки за каждую доработку за каждую генерацию это каждый отдельный рисунок по ходу получается в этом может быть не очень удобно поэтому иногда проще просто новый запрос придумать и сгенерировать заново вот такая история с этим сервисом давайте еще один инструмент посмотрим называется он шедевром я тут не сомневаюсь что вы ими наверняка пользовались это тоже сервис для генерации изображений на основе модели яндекс gpt это яндексовская разработка единственный недостаток этого сервиса он бесплатный без ограничений единственный минус это то что он работает только в режиме на мобильных устройствах правда ссылку я вам все равно дала в чат вы можете зайти там есть библиотека картинок вот картинки можно просматривать совершенно спокойно и по моему скачивать их тоже можно совершенно спокойно все сервисы о которых я говорю они разрешают использование изображений даже некоторые в коммерческих целях разрешают без указания авторов и нейросетей то есть здесь мы авторские права не нарушим и так как здесь все работает здесь есть инструменты для создания картинок для создания видео для создания текстов и в так называемыми фильтрумы когда мы загружаем свое изображение и модифицируем его в разных стилях давайте смотреть это мой вариант это у меня запрос был макросъемка капли росы на листьях на тропических цветах по моему такой вариант был ну вот и так это я со своего смартфона сделала несколько скриншотов чтобы было понять не как здесь все работает скачиваем на свой на свое мобильное устройство регистрируемся яндекс аккаунт должен быть далее выбираем варианты изображения видео или текст либо фильтром и но начнем мы с картинок как выглядит поле достаточно все просто вписываем свой запрос нажимаем на значок вот этот со звездочками все тоже либо нажимаем на кнопку создать и после этого происходит наша генерация здесь есть небольшие настройки там можно выбрать формат картинки квадратная либо прямоугольная и после этого получаем результат на выходе две картинки нам дают с небольшими вариациями как их можно скачать тут история такая их можно скачать только после как мы их опубликуем то есть ваше изображение могут увидеть все вот не успела я там что-то создать у меня уже пять подписчиков нарисовалась и неожиданно да нейросеть работает по принципу социальной сети то есть на на ваше изображение на ваш профиль может могут подписываться другие пользователи вы можете ходить на страничке других пользователей лайкать картинки которые вам понравились после того как мы опубликуем свое изображение его после этого можно будет скачать к себе на компьютер ограничений здесь нет поэтому любое количество картинок можно генерировать столько сколько захотите теперь что касается видеороликов видеоролики здесь создается продолжительностью до 4 секунд запрос вписываем выбираем эффект как должна двигаться камера и первый кадр для видеоролика я всю про кошку на подоконнике сочиняю мне выдали вот такой вариант давать я вам ссылку отправлю чтобы полюбовались у меня в итоге вышло писала я запрос очень простенькие просто чтобы попробовать как здесь работает вот такая кошечка у меня вышла мне кажется неплохо получилось лучше чем у кандинского и еще про тексты добрались мы до текстов и до фильтром а вот сейчас у меня на экране фильтром а это поле для выбора стиля изображений около 40 самых разных вот у меня аниме сейчас на экране как здесь все работает загружаем изображение с нашего мобильного устройства выбираем картинку загружаем внутрь сервиса выбираем фильтром ждем и получаем вот такую вот генерацию которую тоже соответственно можно опубликовать и потом скачать здесь вообще все просто тоже хороший инструмент мне понравился что касается текстов ну вот мой пример на экране вы когда скачаете презентацию это вы сможете все мои эксперименты потом подробненько почитать что у меня получилось это генерация текста вписываем свой запрос вот я просила написать историю про маленького котика мне написали вот такой вариант причем не еще и сгенерировали обложку дали на выбор несколько вариантов либо можно было свое сгенерировать и в качестве обложки представить вот такая вот история про котика у меня вышла как это можно использовать естественно можно сочинять разные истории особенно с детьми с детскими аудиториями создавать разные сказки там я не знаю просто какие-то истории какие-то интересные приключения придумывать в общем сервис должен это способен с простыми текстами он вполне себе неплохо справляется теперь я задала задачку посложнее я попросила создать тест учебный тест по роману отцы и дети такой вот у меня был запрос тут конечно же чудесный получился тест в разных смыслах этого слова с одной стороны естественно этот тест больше на знание текста то есть мы здесь не видим но не не увидим у нейросети там особой глубины с точки зрения там стиля там проникновение в замысел автора и так далее здесь конкретно вот тест идет по содержанию книги естественно результаты работы нейросети обязательно нужно проверить потому что тут например есть такой вариант кто умер на дуэли между так как звали друга базарова который погиб на дуэли с павлом петровичем вот на самом деле никто там не погибал и я не знаю как был сгенерирован этот вопрос но так или иначе результаты нужно проверять хотя если нужно для быстроты что-то быстро создать какой-то тест небольшой то вот сервис этим справляется но опять-таки его нужно проверить тут достаточно много было вопросов я успела только за скринни 10 на самом деле больше их было то есть мой есть из чего выбрать я правда не забивала тут более сложные задачи там с точки зрения написания конспекта урока или с точки зрения там создания какой-то плановоспитательной работы но в общем можно пробовать сервис достаточно отзывчивый и даже еще и картинку сгенерировал для обложки моего теста то есть вот с точки зрения таких задач тоже в общем рабочий инструмент можно использовать для вопроса с летальным исходом всегда можно говоря а согласно да всегда можно добавить никто да зачем правильно ударить такой хороший вопрос действительно проще добавить вариант посмотрим на англоязычные сети понятно что их намного больше чем наших отечественных разработок мне нравится плейграунд если пользовались опять таки не стесняйтесь ставить лайки что это за нейросеть она предлагает генерацию изображений сразу по двум моделям искусственных интеллектов первая модель называется стебл диффьюжен 2 называется тали опять-таки здесь такая же история вводим текстовый запрос можно загрузить даже похожую картинку и и модифицировать с помощью нейросети все изображения написаны на сайте можно использовать в коммерческих целях без указания авторов и в день можно создавать до 50 изображений слоган сервиса создавая изображение как профессионал такая история для работы необходим google аккаунт этот сервис работает на google но получаются очень такие красивые картинки вот смотрите как на экране общем симпатично как здесь все работает здесь достаточно много настроек можно перевести с помощью google переводчика но самое главное что нам запрос придется писать на английском языке в разделе prompt описание картинки здесь нам поможет либо google переводчик либо яндекс переводчик пишем по-русски переводим с помощью переводчика на английский и вставляем в поле prompt в разделе фильтр здесь выбираем стиль изображения здесь достаточно много есть фотореализм он платный но есть фотореализм попроще он есть и бесплатный здесь такой хороший набор стилей не хуже чем у кандинского будет далее что еще здесь есть из настроек а в настройках мой можно включить опцию которая называется экспенд промпт это как раз для тех для кого русский английский язык неродной то есть она с вами эта опция улучшить запрос то есть сама нейросеть может ваш запрос улучшить и расширить если там что-то у нас грамматикой не так что там это мне дописали то если включить эту опцию то запрос будет улучшен нейросеть его доработает и сделает более оптимальным далее здесь есть опция негативного промпта называется это а кастом исключить сюда мы вписываем то что мы не хотим видеть на картинке здесь уже есть набор и инструментов например здесь вернее не инструментов а каких-то записей например что про плохо прорисованные лица про плохо прорисованные руки чтобы их не было плохая анатомия и так далее вот можно оставить здесь все как есть это уже сам сервис сказал чего он не хочет видеть на своих картинках но мы можем от истереть и написать что-то свое опять-таки на английском дальше есть опция имидж то имидж картинка в картинку здесь мы можем загрузить с нашего компьютера свое изображение и на его основе создать нечто другое в другом стиле и уже не стала скринить но скажу что здесь есть настройки вот этого имидж то имидж то есть в сторону больше или меньше похожести то есть можно вообще кардинально переработать изображение чтобы от него ничего не осталось либо сделать ползуночек в разделе чуть-чуть чтобы только слегка но поскольку здесь запросов достаточно много можно 50 картинок в день то есть можно повозиться с компьютер с вот этими запросами с настройками поэкспериментировать нет общего мощного компьютера здесь не нужно мой обычный компьютер вполне себе неплохо справился здесь при генерации можно выбрать модель с помощью которой будем генерировать по умолчанию стоит playground chooses то есть мы отдаем на откуп нейросети чтобы она сама выбрала лучшую модель для этого запроса но если мы не доверяем нейросети мы можем выбрать либо playground версия 2.5 это по модели далее либо стебл диффьюжен сами определиться с моделью вот далее разрешение здесь мы выбираем по полчанию стоит максимально 1024 на 1024 можем выбрать другой формат в том числе и не квадратные тоже есть после этого пусто как мы все это настроили нажимаем на кнопку генерации и получаем нашу картинку готовую смотрим если что можно переписать запросы попробовать еще раз сайты в порядке ваших предпочтений да я бы не сказала я их расположила в том порядке как я их осваивала назовем это так вот то есть я начала скандинского попробую отечественные сервисы а потом пошла уже в сарграничные я бы сказал в таком порядке здесь у каждого есть плюсы и минусы особенно если часто приходится генерировать картинки то видно а там кого ся какого сервиса какие плюсы и какие минусы допустим кандинский хорошо генерирует таких пейзажные ландшафтики плохо у меня получилось с какими-то портретными изображениями вот playground хорош тем что здесь можно картинки грузить и как-то их перерабатывать вот то есть тут смотреть надо кому что больше нравится шедевру мне нравится но на мобильнике это не очень удобно это приходится что туда загрузить картинку сначала нужно на мобильник скачать эту картинку потом загружать в общем долго это все но тем не менее инструмент тоже хороший и еще один инструмент о котором много пишут и много говорят рекрафт это сервис тоже англоязычный но принимать запросы на русском языке у него самый шикарный тарифный план из того что я уже озвучила но за исключением шедевру майкандинского у которых нет лимитов это сервис который позволяет создавать то сейчас я уточню то десяти тысяч запросов в месяц то есть вы за месяц можете сгенерировать написать 10 тысяч запросов есть тысяч картинок создать вот если учитывать что каждая картинка состоится в двух вариациях то вы получаете соответственно 20 тысяч картинок в месяц очень даже неплохо давайте посмотрим он работает на нейросети стаб стабл диффьюжен чем он отличается от всего того что мы ранее посмотрели он чуть-чуть напоминает фотошоп у него есть похожие инструменты он может дорабатывать картинки у него очень хорошие для этого есть опции может работать со слоями и может не только создавать картинки но и с помощью этих картинок создавать что-то более такое интересненькое ну например инфографику можно создать мокап можно создать но про макапы я рассказывать не буду хотя если вы с картинками разберетесь то макап создается примерно так же мы посмотрим обычные растровые картинки тут кстати можно создавать и растровые которые на пикселях и векторные которые на точках и линиях но самое 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 хорошее это конечно растровые вот такие вот как у меня сейчас на экране это у меня стиль называется акварельная живопись я просто попросил нарисовать лесу в снегу давайте смотреть и так вот стартовое поле сервис сразу же предлагают обучалки на английском языке это все стирается убирается там нас будут интересовать кнопки которые находятся слева это растровые изображения векторные набор картинок и мокапы новенькие но я немножко отвлекусь тут в чате пошла дискуссия по поводу сервиса да вот этого если он не откликается возможно он заблокированной территории российской федерации такой иногда появляется но мы сейчас говорим не про использование конкретно модели стебл диффьюжен мы говорим о сервисах которые работают на этой модели то есть вопрос был по сервисам я по сервисам и ответила мы с точки зрения учителей и и библиотекарей сейчас говорим они с точки зрения работы и обучения нейросетей да понятно если мы будем проектировать нейросети нам нужно мощное чтобы работать в сервисах нам совершенно спокойно может хватать и мобильного устройства и обычного компьютера так теперь возвращаясь обратно дать посмотрим на растровое изображение и на набор картинок чаще всего именно это генерируется вот так выглядит рабочее поле здесь в отличие от всех остальных сервисов у нас режим белый на белом поле выбираем стиль здесь их достаточно много вот я сейчас открыла на слайде тут у нас есть и клип-арт и фотореализм и причем каждый еще в нескольких стилях если мы откроем иллюстрации там мы найдем как раз и акварельную живопись и разные другие иллюстративные штучки дальше вводим описание картинки я сначала пробовал на английском потом перешла на русский и вполне себе нормально и на русском тоже запросы принимались выбираем формат изображения здесь можно с помощью ползунка регулировать здесь их достаточно много этих форматов и режим модификации по умолчанию стоит максимально четкий режим это называется any details каждая деталь будет четко прорисована еще здесь есть опция выбор палитры это полет вот это вот здесь мы можем выбрать из набора из цветов подходящую палитру для того чтобы сгенерировать картинку например мы хотим картинку там в серых тонах или наоборот в красных выбираем один оттенок или несколько более того если мы выбрали иллюстрацию с каким-то фоном то можем выбрать и цвет фона даже ну вот пожалуйста я выбрала акварельную живопись water color вот я выбрала цвета такие темненькие серо-коричневые вот после этого я могу уже сгенерировать изображение на выходе мне выдали две картинки я выбрал одну из них и попробовал ее модифицировать инструменты для модификации находятся верху вот я их в красные рамки все вынесла давайте смотреть здесь по кнопочкам понятно наверное даже без подсказок что ты добавляет текст поверх картинки то есть мы можем и подписать далее вот эта кнопочка позволяет загрузить еще одно изображение с компьютера поверх этого изображения ну картинку в картинке сделать в общем то это может пригодиться ну например вы хотите сделать какую-то я не знаю там расписание какой-нибудь арт на котором будет еще одно изображение поменьше вот вот генерируете основную картинку использовать ее как фон а сверху загружаете картинку уже с компьютера и размещаете и добавляете текст и получается у вас уже нечто расписание уроков я не знаю там еще что-нибудь красивенькое слайд для презентации в том числе дальше есть такая опция как модификация вот такой вот лассо напоминает есть такое волшебное лассо в фотошопе здесь тоже присутствует здесь история такая выделяем опцию которую мы хотим модифицировать ну например мне не нравятся уши у этой лисы я хочу какие-нибудь другие уши просто мышкой рисую здесь обвожу что мне не нравится нажимаю на модификацию модифа и area вот это вариант и ушки перестраиваются можно сделать модификацию по-другому тоже выбрать какую-то ну вот елка мне не понравился хочу там березку увидеть и соответственно я выделяю что мне здесь не нравится и уточняю запрос то есть леса в снегу а дальше я пишу что на фоне там березы допустим условно вот и опять нажимаю на кнопку модифай area и опять происходит какая-то трансформация моей картинки я получаю вот нечто другое уже не всегда модификация будет вас радовать мне не все получилось что я задумана но тем не менее опция интересна дальше идем ластик ластик стирает объекты на экране если что-то вам не нужное появилось на экране и в этом можно ластиком стереть и удалить кнопка с ножницами удаляет фон картинки вот например у меня леса в снегу а я хочу ее в траве я удаляю фону этого изображения и использую кнопочку вот эту ну я не знаю как это фотоаппарат не фотоаппарат но вот эта кнопка отвечает за замену фона нажимаем на нее и пишем другой запрос допустим у меня в снегу а я захотела в траве убираю снег пишу леса в траве нажимаем на кнопку модификации получаю на новом фоне и вот эта кнопочка еще увеличивает изображение до максимальных размеров то есть у вас будет огромная огромная картинка которую тоже можно будет скачать отличный инструментарий ни один сервис такого не предлагает из того что я знаю может быть еще есть какие-то похожие но здесь очень даже хороший инструментарий чтобы картинку максимально довести до идеала 10 тысяч запросов обрабатывает в месяц то есть 10 тысяч вы можете модификации создать вы можете 10 раз модифицировать одно изображение либо создать 10 тысяч разных на первых порах можно поэкспериментировать на одной картинке а потом выбрать как вам больше нравится можно каждый раз создавать новую и скачивать разные варианты либо экспериментировать с одним изображением до тех пор пока не получите искомый результат так что хорошая хороший сервис хорошая программа надо брать еще здесь есть опция так называемый имидж сет набор картинок здесь можно создать 6 картинок в едином стиле это подходит для проектов или для презентации например у вас по замыслу вашей презентации нужно было чтобы на каждом слайдике была какая-то картинка но чтобы они все были более менее похожи для этого выбираем вариант имидж сет набор картинок выбираем вариант какой мы хотим растровую или векторную но я для разнообразия выбрала векторную графику это разные иконки стикеры ну вот вы видите на экране как это выглядит выбираю пишу мои промпты какая интересная мысль мне пришла в голову когда я писала запросы вот видите я тут написал детеныш кошки я знаю что детеныш кошки называется котенок дело в том что запросы здесь в этой нейросети хотя и принимаются на русском языке но они переводятся на английский и только после этого выдается результат вы можете сами попробовать написать по-английски запросы по русски и посмотреть кто сделает точнее по-английски будет запрос выполнен более точно когда написал котенок королевчонок и енотенок и так далее то мне вы были выдали очень непонятные картинки то есть я поняла что вот эти уменьшительно ласкательные суффиксы русского языка они здесь не воспринимаются поэтому я максимально перешла на язык нейросети написала что мне нужны детеныши ну и в итоге получился вот такой вот набор картинок у меня вот вот такой у меня получился набор почему-то в красном стиле хотя я не задумывала красный но все равно миленько вышла по моим запросам вот поэтому здесь тоже надо делать скидку на то что нейросеть все-таки обучена на английских языковых моделях и русские запросы не всегда будут корректно отображаться но тем не менее по большей части справилась хорошо я потом эти картинки еще и модифицировала ну и еще что можно здесь сделать это как я уже сказал можно создать нейрографику и вот его графику конечно же здесь можно использовать инструмент который называется фрейм создать рамку что это такое мы создаем в рабочем поле рамку такой лист пустой на который будем наносить наши картинки создаем раму а внутри таро мы начинаем добавлять изображение вот кнопочка для создания одной картинки а вот кнопочка для создания сразу шести мы генерируем и затаскиваем мышкой просто на эту рамку и размещаем их в нужных местах дополнительно здесь есть опция текст подписываем текст и получается у нас простенькая но инфографика вот такой вариант получился у меня это я просто попробовала я тут особо никаких не создавала шедевров я просто написала запросы и удалила фон у картинок и добавила немножко текста получилась вот такая история это что касается сервиса рекрафт в общем мне понравилось назовем так самая главная проблема с которой можно столкнуться когда мы только начинаем работать с нейросетями это то что к ним нужно записать промпты запросы я знаю что есть целые курсы которые учат писать на просто запросы к нейросетям может быть вебинары проводятся эту историю очень много статей в интернете я вам ссылочку на одну статью просто отдам сейчас в чат единственное чего что я на собственном опыте поняла когда создавала запросы что нельзя в запросе писать какие-то слова отрицательного характера ну там с приставками не ни там никакой никогда нигде и так далее они не воспринимаются нейросетью соответственно и нет тоже если нужно что-то исключить то используем поле для негативного промпта что еще там всякие приставки без тоже ну вот про котенок и девчоныш кошки я вам уже рассказала то есть не все уменьшительно ласкательные суффиксы принимают нейросети но в общем как только вы начать работать с нейросетями вы чисто интуитивно уже начинаете понимать какие запросы лучше какие нет ну вот для подсказки я вам еще такую статью могу порекомендовать мне понравилось там рассказ о том как создавать запросы и по поводу картинок и по поводу текстов вот может какие-то подсказки вы для себя найдете а мы с вами переходим к редактированию картинок здесь еще более огромное количество инструментов их просто невозможно собрать не то что в рамках этого вебинара вообще в рамках какого-либо вебинара потому что их много это как раз тот набор инструментов которыми я пользуюсь очень активно потому что я не не столько генерирую изображение сколько сталкиваюсь необходимостью редактировать картинки улучшать их качество редактировать старые фото иногда даже перекрашивать давайте посмотрим мне кажется это полезный набор вот мой любимец snap edit тут я уже по порядку их расположила приоритетности он работает без регистрации если у вас есть какие-то картинки можете поэкспериментировать предлагает несколько инструментов на основе искусственного интеллекта то есть можно удалять объекты удалять фоны улучшать картинку удалять текст с картинки восстанавливать старую фотографию ну и разные другие тонкости в том числе допустим с фотографией удалить провода тоже можно здесь ограничений практически нет можно зарегистрироваться но это не обязательно работаю без регистрации единственное ограничение здесь по поводу инструмента который называется улучшение это как раз самый лучший здесь инструмент он позволяет из картинки улучшить картинку максимально и по разрешению и по качеству сделать красиво хорошо подходит для портретов знаете когда нужно улучшить портретную съемку старая фотография мутная старого семейного альбома нужно ее прихорошить то вот как раз это инструмент как который хорошо справляется с портретными фото в день таких фотографий можно три штучки улучшить все остальные инструменты работают без ограничений если у вас вот этот инструмент закончился то можно использовать вот этот восстановить старую фотографию он работает больше с пейзажными снимками но с портретами тоже справляется нормально хорошо это вот то что я использую изнутри он выглядит вот так на русском языке все очень просто это например удаление объектов здесь действительно нейросеть работает она анализирует изображение выделяет объекты сразу то есть она здесь увидела у меня кота книжку и нужно просто отметить что именно я хочу удалить если мне что-то здесь не понравилось здесь есть ручная обработка называется чистить щеткой там просто мышкой закрашиваем ненужные объекты их удаляем принципе вот здесь все так и работает улучшение картинок идет еще проще просто загружаем ждем получаем исходный готовый вариант который скачиваем качество очень хорошее единственное что здесь появился водяной знак внизу я вам расскажу как можно от водяных знаков тоже избавиться он правда очень незаметной там если не присматриваться ты не увидишь еще один хороший инструмент он специализируется только на реставрации старых фотографий так он называется restore photos но на всякий случай тоже решила о нем сказать вот пожалуйста ссылочка тоже в реставрации улучшения фотографий нужен аккаунт google он работает с google до 5 снимков обрабатывает в день то есть у вас если snap edit закончился можно прийти сюда и продолжить работу здесь вот вариант как было и как стало это как раз моя работа это я редактировала для книги фотографии получилось очень достойно вот скачивается без водяных знаков и в хорошем разрешении так что тоже очень несложные и интересные инструменты что касается удаления фона из последних моих находок это сервис со смешным названием ацетона я его так называю автоматическое удаление фона на основе нейросети причем я дала такую достаточно сложную задачу здесь сложный фон это акварельная картинка и он в общем сервис хорошо справился точно фон удалил здесь на русском языке загружаем изображение и потом скачиваем более того здесь есть возможность изменить фон добавить другого цвета допустим фон выбрать из палитры и перекрасить фон в другой цвет и все это скачать ацетон работает без ограничений и там вообще никаких нет лимитов для перекрашивания картинок что подойдет перекрашивания я бы посоветовала сервис палет эти сервисы для перекрашивания к сожалению все с ограничениями ну по поводу водяных знаков уже не избавляться просто если вы свою собственную картинку допустим вы сфотографировали вас получилось мутно вы решили ее улучшить и вам поверх картинки на липе водяной знак то мне кажется вы совершенно спокойно можете удалить этот водяной знак это же ваше изображение просто вы его отредактировали но никто не настаивает можно не удалять вот сервис палет предлагает перекрасить картинки но с водяным знаком к сожалению здесь не очень красиво смотрится это я загрузила черно-белое изображение он мне вот так ее перекрасил эту картинку почему же все таки я этот сервис именно рекомендую потому что он предлагает разные фильтры более 20 вариантов перекрашивания то есть часть сервисов просто предлагает один какой-то вариант и все без вариантов а здесь вот есть разные опции если классическое перекрашивание и в одном цвете в другой цветовой гамме то есть можно из 20 вариантов выбрать что-нибудь подходящее для себя можно раскрасить неограниченное количество снимков но к сожалению на выходе будет картинки не более 500 на 500 500 на 500 пикселей но для социальных сетей в общем и для проектов для презентации в общем этого достаточно если вот этот логотип не нравится либо отрезаем либо как-то приходится избавляться насколько я знаю автоматическое удаление фона не входит в его инструментарий он просто работает по перекрашиванию то есть если мы хотим фон удалить то тогда надо идти в другой сервис и там пробовать из наших инструментов компьютерное зрение конечно же это сервис который создали mail.ru это их детище запустили вот перед 9 мая и он периодически то работает то не работает но на данный момент работает это очень простой инструмент для быстрой перекраски фотографий палет конечно же он уступает сразу скажем здесь перекрашивание не такое качественное получилось то есть вот мы видим оригинал внизу вот такая картинку загрузила и вот как он ее перекрасил ну в общем если не придираться в общем нормально подойдет если хотим более точного перекрашивания то наверное палет либо какой-нибудь другой инструмент есть еще сервис colorize но он тоже с водяными знаками и он не такой разнообразный как палет там выбора особого нет но тем не менее можете найти в интернете называется colorize можно его посмотреть может быть у вас есть какие-то еще другие инструменты на примете для перекрашивания картинок так что вот пожалуйста ну я вот этими двумя в основном пользуюсь то для удаления фона есть remove биджи вообще для удаления фонов очень много есть еще сервис retouch и это только из того что я знаю может быть да не может быть наверняка есть еще десяточек другой что еще про водяные знаки ну вот этот картинку помните до сервиса палет который мне не очень понравился водяной знак я бы с ним смирилась если был в самом низу вот на этом фоне но он это водяным знаком закрыл мне вот эту вот детскую аудиторию поэтому я попробовала от него избавиться вот что получилось от него не осталось ничего сделала я это с помощью сервиса the watermark удаление водяных знаков вот естественно это водяные знаки которые ну вот там получились при обработке картинок они вас закрыли большую часть картинки вы хотите избавиться если там какие-то авторские знаки то лучше наверное и не не делать так но тем не менее инструмент такой есть вот пожалуйста в принципе если мы хотим сохранить название сервиса мы всегда можем подписать что это картинка сделана с помощью сервиса palette только внизу и не вот середине картинки а внизу чтобы она не заслоняла самое главное если уж совсем точно все соблюсти здесь это что касается картинок что касается работы со звуком здесь тоже нейросети работают в плане редактирования звуков я взяла две опции понятно что говорить можно много о чем это редактирование звука и перевод текста в речь то есть генерация звука генерация редактирование из редакторов мне понравился сервис adobe podcast это хороший инструмент для редактирования записи удаления посторонних шумов еще немножко автоматически он делает ее более громкой ну например вы записали на микрофон какую-то речь но у вас там получаются какие-то шумы и шорохи белый шум может быть там шипение какое-то вот которые при прослушивании мешает воспринимать восприятию в этом случае адоб подкаст очень хорошо справляется если вы речь записывали на диктофон допустим кто-то наговаривал либо в аудитории записывали то есть такое рассеянное больше место то есть диктор говорил не просто в микрофон а просто в аудиторию а выловили звуки то здесь к сожалению этот сервис не поможет тут уже улучшать придется вручную сервис англоязычный если закружить такую диктофонную штуку он и и начнет воспринимать как английский язык получится очень смешно на выходе с английским акцентом поэтому этот сервис я бы посоветовала для удаления именно вот специально записанной речи микрофон ограничения но вы видите на экране до ограничения максимальная продолжительность должна быть до часа то 500 мегабайт и в день можно три часа таким образом переделать и еще один инструмент называется auto studio это инструмент с более такими точечными настройками здесь и там и там нужно зарегистрироваться здесь нужен google аккаунт в этом сервисе тоже очищает от посторонних шумов но здесь мы можем интенсивность очистки установить в предыдущем сервисе нас никто не спрашивал как мы хотим удалять шумы здесь нас спросили и мы можем выбрать интенсивность сделать максимальное удаление шума то есть почистить по максимуму либо сделать там более точечную настройку и либо только громкость увеличить либо только шуму уменьшить в общем здесь можно настроиться прослушать что получилось скорректироваться и после этого уже скачивать но здесь и ограничения тоже побольше 20 минут записей в месяц то есть это для небольших записей подойдет за больших наверное придется предыдущий сервис использовать теперь что касается работы с с песнями с музыкой и тому подобные вещи есть вариант который разделяет музыку и вокал ну опять таки это можно с песней поэкспериментировать попробовать отделить звуковую дорожку и сделать минусовку либо второй вариант если опять таки какая-то музыка играет на заднем плане вам нужно чисто речь услышать тоже можно попробовать называется вокал remover удаление голоса вот можно удалить не только голос можно удалить любую дорожку в том числе и звуковую вот такой вариант и похожий на него инструмент тюнбат он тоже позволяет этот без ограничений работ тюнбата есть ряд ограничений он позволяет тоже разделить звуковую и аудио дорожку вокал и инструментал что-либо из этого скачать и еще он позволяет какие-то инструменты отключить то есть он может удалять там басы бар барабаны то есть перерабатывать музыку вот таким образом работает та нейросеть что касается перевода текста в речь в принципе сервисов много я просто несколько справочных слайдов составила они в общем все эти сервисы работают по одному принципу нам нужно записать наш текст выбрать голос сделать небольшие настройки выбрать интонацию нейтральную грустную веселую высоту тона и после этого сгенерировать нашу историю но вот в частности сервисы пехост позволяет как раз генерировать звук из текста тут для всех этих сервисов которые работают с генерацией тут важна такая опция что нужно внимательнее прописывать текст и подстраиваться опять-таки по нейросеть на сложных словах нужно делать ударение чтобы было понятно куда должен голос идти сделать паузы если мы не хотим чтобы это продолжалось ну чтобы это было роботизировано то есть чтобы сделать эту речь более живой нам нужно сделать побольше пауз посмотреть на ударение некоторые слова придется прописать не так как они пишутся например слова шоссе на конце буква е но если мы так оставим то нам нейросеть прочитать буква е на конце поэтому пишем и чтобы все было правильно сейчас нейросети совершенствуются и голос да если мы знаем что это голос нейросети то мы можем услышать эту нейросеть но здесь можно выбрать несколько голосов прослушать варианты эпихоста есть бесплатный тариф до 1000 знаков можно до 1000 до 1000 знаков можем бесплатно озвучить вот если вам понравился вариант приобрести уже платный тариф еще знаков стоит 50 копеек вот поэтому здесь придется выбирать поэтому чтобы выбрали более такую человеческую речь какая вам больше нравится поэтому я несколько здесь слайдов составила по этим сервисом они в общем все с одинаковыми ограничениями фриц точно такое же различая различие в голосах может быть в интонации в тонкости настроек понятно что нейросети еще не дошли до такого что будет прямо вот человеческая речь хотя они все больше и больше совершенствуются и речь уже становится более похожа на дикторскую все равно максимально человеческой речи мы здесь не достигнем если вам нужно допустим использовать это вы хотите создать видеоролик чтобы там за кадром шел голос вы в этом сами не принимали участие чтобы читал робот то все равно больше озвучка будет похоже все таки на дикторскую речь вот сервис тексту спич 5000 символов дает это я вам оставила просто эти слайды на выбор чтобы вы сами определились что для себя подходит что касается более реалистичных голосов вокс вокер предлагает качественную озвучку на русском языке здесь менее роботизированная речь тоже 10 тысяч знаков голоса здесь отличаются немножко и она такая речь более плавная можно попробовать посмотреть еще один из этой же плеяды робовикс он тоже делает упор на то что это дикторская речь максимально похожа на дикторскую тоже можно попробовать ну и самых известных я просто на нем напомню потому что они много говорили наверняка вы им пользовались звукограмм он позволяет не только одним голосом озвучить но можно с помощью настроек сделать так что получился диалог то есть можно целую даже аудиокнигу создать таким образом что будет несколько голосов между собой говорить у звукограмма есть бесплатный тариф на входе дается определенное количество токенов на которые вы покупаете голоса и озвучку платные тарифы от 150 рублей здесь начинаются в общем в плане перевода звука в речь здесь пока еще идет работа какие-то голоса какие-то сервисы пока роботизированные какие-то более какие-то менее поэтому много ссылок я вам оставила чтобы вы могли послушать попрактиковаться и выбрать то что для вас подходящее вот по цене по тарифным планам в общем сервисы не такие прямо дорогие поэтому если у вас есть такая потребность в озвучке то вот пожалуйста можно выбрать вот такой ассортимент я вам составила и в заключении мы поговорим о сервисах для написания текстов и для составления тестов я уже немножко об этом начала говорить когда говорила про яндекс шедевру давайте посмотрим что здесь еще есть в этой категории я не буду сейчас говорить по про чат gpt самый самый известный сервис поскольку на территории россии он недоступен вот не буду рассказывать как обходить блокировки тем более что это нельзя делать поэтому поговорим о наших аналогах о сервисах которые работают на наших gpt моделях давайте смотреть итак гигачат это сервис опять от сбера чтобы в нем работать нужно зарегистрироваться и создать сбер ip вот там регистрация предельно простая нужен адрес электронной почты и потом вам пришлют код и вы зарегистрированы это модели нейросети который работает в режиме диалога в режиме чата вы записываете в чат то что вы хотите получить здесь можно составлять тексты работать с файлами создавать картинки и видеоролики правда видео здесь мне кажется они зря написали потому что видео не создается видео я не удалось получить я не знаю может я что-то не так делала но тем не менее давай здесь я сконцентрировалась бы больше на тексты и файлы потому что картинки меня не впечатлили лучше использовать специальные сервисы для их генерации а вот с текстами и файлами тут еще можно посмотреть вот это я просто тут шалила немножко сервис бесплатно работает без ограничений поэтому также пошалить как и вы как и я тоже можете и вы вот я сочинила с помощью нейросети сказку о том как обучающий вебинар помогает учителю в работе оставлю вам эти слайды потом почитайте посмотрите тоже создает истории тоже можно создавать разные интересности и вместе с детьми и самостоятельно в общем да и дети наверное сочерения так смогут писать что-то у меня такая мысль в голове возникла но тем не менее для чего может пригодиться гигачат мне он понравился с точки зрения взятия на себя каких-то рутинных обязанностей ну пресс-релизы например библиотеки вы писали наверняка вот пожалуйста я попросила пресс-релиз написать о проведении дня открытых дверей библиотеки вот посмотрите какая красота у нас получилась в итоге осталось только дату вставите название библиотеки и пресс-релиз готов два клика и все отлично случилось так что вот с точки зрения каких-то таких шаблонных текстов здесь гигачат очень хорошо справляется я опять таки не пробовала написать конспект урока но в общем смотрите это интересно дальше тесты я все не отстану от нейросети все мне нужен тест по какой-то книжке вот на этот раз я задала запрос достоевский преступление наказания сервис справился лучше чем шедевру фактических ошибок не было это хорошо получилось огромное количество вопросов я только первые два заскринила там была огромная простыня там вопросов 20 или 30 мне выдали в общем есть из чего выбрать ошибок не было все было хорошо так что вот пожалуйста тесты тоже хорошо работают здесь хорошо справляются здесь есть опция загрузки pdf файла и на основе этого pdf файла можно сделать несколько телодвижений можно например перевести на другой язык второй вариант можно кратко пересказать и третий вариант исправить ошибки я загрузила файл где бы у меня было рассказ о рассказе шукшина чудик там было несколько страниц текста там очень подробно пересказывался сюжет книги я попросила еще короче сделать такой summary вот пожалуйста он мне пересказал на основе моего pdf файла такой вот вариант тоже можно попробовать интересно получается надо еще попробовать как он работает с другими языками а так в общем интересно просто и главное быстро он очень хорошо с текстами справляется да с картинками получаются разные прикольности вот картинки он хуже генерирует чем тексты и тесты дальше еще один вариант алиса от яндекса яндекс gpt он у нас не только в шедевруме работает но и здесь это тоже диалоговая модель мы тоже можем записать свой запрос и попробовать что в итоге получилось давайте смотреть здесь я пошла на хитрое жульство я попросила у нейросети написать пост в социальную сеть ну наверняка вы слышали о том что теперь если вы ведете соц сети то не надо там мучиться берем нейросеть она за вас все напишет а вы будете только постить и радоваться жизни и там где-нибудь на пляже в майами отдыхать на самом деле немножко здесь все не так я попросила пост написать про красоту природы Кольского полуострова ну на выходе вот так получилось вы видите на экране сразу скажу что водопад кивач не находится на Кольском полуострове он в Карелии дальше что касается реки Суна я не знаток но точно ее тоже нет у нас озеро лавозера в принципе в природе не существует оно пишется немножко по-другому но в общем ошибок здесь довольно много и так чтобы прямо вот нейросеть за вас писала посты такого пока нет по крайней мере у наших нейросети нет хотя Алиса ищет информацию в интернете как она мне рассказала и даже дает ссылку на источник откуда она это взяла такая вот история с Алисой но я думаю что если задать опять-таки задачу более стандартизированную там пресс-релиз напиши или там какой-то план составь то она справится лучше просто я пыталась тут поставить ее в экстремальную ситуацию вот я подошла с другой стороны я вот дала запрос о чем можно написать в блоге библиотеки 25 июня она вот мне написала вот такой вариант тоже вот что касается этих двух сервисов мне предыдущий гигачат понравился больше чем Алиса у гигачата как-то больше такая больше опций и на выходе более интересные варианты получаются но тем не менее Алиса тоже работает старается можно использовать тесты вот с тестами Алиса справилась тоже очень хорошо я уже предложила ей создать тест по рассказу Чехова Каштанка в общем вот такая история получилась с Каштанкой тоже вопросов много здесь только пять штучек вошло в слайд тем не менее тесты тоже протестировала все работает все хорошо даже особо не вникая в нейросети вот с помощью этих двух инструментов можно немного упростить свою работу особенно на этапе работы с какими-то рутинными вариациями когда нужно тесты создавлять когда нужно там релизы какие-то писать и тому подобные вещи в общем они хорошо с этим справляются осталось мне пару слов сказать о презентациях но это опять-таки тема отдельного вебинара если вам захочется то в следующем году мы эту историю можем продолжить и я уже более подробно расскажу о каждом сервисе и как с ним работает сейчас только вот такое небольшое что называется голубом по европам да сервис гамма они все на русском языке работают воспринимают русский язык и создают слайды на основе запроса нашего опять-таки нашего промпта вот эта ссылочка если она сейчас из чата у вас не откроется то можно скопировать и вставить в браузер с этим сервисом ссылки какие-то очень странные выходят я сейчас еще ссылку вам дам на сам сервис опять-таки они иногда вот просто из чата могут не открываться ну вообще они рабочие я проверила сервис на английском но воспринимает русские запросы здесь есть обычная стандартная модель создания презентации с нуля по слайдово вручную либо есть модель с помощью использования искусственного интеллекта вы можете задать тему либо написать уже готовый текст и из этих двух вариантов выбрать тот вариант генерации который вам нравится ну я попробовала с темой самый простой вариант попросил задать презентацию на тему русской литературы у меня были созданы слайды с текстом и с картинками я специально ничего не редактировала здесь есть редактор естественно вы можете убирать картинки добавлять свои менять тексты колонки оформительские всякие штучки вставлять видео с ютубом можно внутрь этой презентации сервис просто тексты и картинки дает но мы еще эту презентацию можем раскрасить своими штуками вот в целом где-то процентов на 80 я примерно так и предполагала результат но я просила широко вот пожалуйста русская литература получите если бы я запрос сформулировал более конкретно допустим расскажи там про льва толстого то может быть запрос был более конкретный тогда еще лучше получился по результату вы можете сами посмотреть как вам нравится нет там несколько картинок обрезана парочка картинок неправильно вставлена ну в общем и целом опять таки для быстроты если нужно быстро что-то сделать для ускорения процесса почему нет можно пользоваться здесь хорошие оформительские всякие штучки градиентные слайды очень так хорошо смотрится с точки зрения оформления вообще вопросов нет с точки зрения задержания придется редактировать на мой взгляд сейчас нет ни одного сервиса где было бы так что вы прямо вот вот получили презентацию прямо без изменений можно ей пользоваться на сто процентов ну придется все равно дорабатывать другой инструмент в эпик здесь ограничений тоже нет он воспринимает на русском языке все опять таки он сам англоязычный но русский язык хорошо берет что от нас требуется задать тему выбрать тон презентации здесь мы выбираем там веселая обычная формальная и так и так далее у меня поскольку презентация про леонардо да винчи была я решила тон вообще не выставлять как сделать так сделать максимальное количество слайдов 20 от 8 до 20 можно создать презентацию естественно нужно выбрать язык чтобы было все корректно русский ну и нажимаем на кнопку генерировать на выбор 6 вариантов оформления естественно это все потом редактируется ссылочку я вам на результат дала чем здесь еще интересная вещь здесь сервис не показывает текст который он сделал он сразу на слайдах разместил но мы этот текст можем отредактировать как это все работает но вот картинка например не понравилось ее можно удалить у него можно менять фон и тому подобные вещи а сам текст вот этот если по нему щелкнуть можно переписать запрос вот это называется rewrite текст вот мне не понравилось как здесь написано я хочу другой вариант текста я выбираю правой клавишей мыши переписать текст и нажимаю на кнопку генерировать и мне переписывают новую версию моего текста вот этого и так я можно могу переписывать бесконечное количество раз этот текст только сколько захочу каждый слайд доводить до совершенства вот тоже красивое оформление красивое вопросов нет содержание придется немножко подкорректировать но я специально ничего не редактировала чтобы вы могли по ссылке перейти и сами посмотреть как это все выглядит и еще один сервис последний на сегодня больше я вас мучить сегодня не буду сервис слайдс гоу сервис работает с аккаунтом google вот ссылка на то что у меня получилось я здесь решила пройтись по эпохе возрождения и попросила создать презентацию уже про микеланджело вот сам сервис если что давайте смотреть видите похожая история они наверное по одной и той же модели работают поскольку шаблончик один и тот же выбираем топик тему микеланджело опять выбираем тон презентации язык количество слайдов ну я в этот раз решила что мне 10 хватит здесь больше стилей оформления классические минималистические геометрические профессиональные я выбрала что-нибудь из красивенького ну и нажал на кнопку генерировать вот все что получилось вы в чате можете посмотреть естественно здесь можно тоже все редактировать здесь красота неописуемая красивые слайды красиво картинки сделаны здесь большая поддержка шрифтов что надо сказать не во всех сервисах есть хотя он англоязычный но здесь очень многие шрифты содержат русский язык более того здесь есть вкладочка если присмотреться называется my phones вы можете загрузить любые свои шрифты с компьютера и использовать их вот если что-то не поддерживает русский язык естественно здесь все редактируется мы можем редактировать тексты мы можем редактировать фотографии если на переписывать сами тексты тоже можем в общем здесь очень много всего хорошего в этом сервисе и работает он с небольшими ограничениями насколько я помню сейчас я запущу глаз в свои бумажки ну там по количеству слайдов да ограничение единственное что по количеству презентации я не нашла ни в одном из трех сервисов так что пуля для экспериментов у нас очень большой вот как вы понимаете это еще не все рассказывать про нейросети можно много часто и подробно вот напоследок такая вот веселая картиночка где вы можете увидеть огромное количество сервисов на основе нейросети которые вообще существуют и мне кажется что это только часть этого большого айсберга вот как всегда все ссылки внутри презентации здесь есть несколько обучалок я не все нашла сервисы но допустим Алису там бесполезно писать обучалку там так все понятно я вот несколько добавила на всякий случай вдруг вы захотите что-то осваивать чтобы вам было проще для этого есть обучалка если у вас есть какие-то вопросы предложения и на следующий год я имею в виду не вот прям сейчас а вот на следующий год если вы хотите тему нейросетей продолжить то напишите пожалуйста вот по одному из трех адресов туда куда захотите вот если у вас есть какие-то предложения на следующий год может быть какие-то инструменты вы захотите чтобы я обозрела для вас то есть мне вот например иногда в телеграмм скидывают какие-то интересные инструменты я беру их в список свой потом на вебинарах пытаюсь о них рассказывать вот у меня тут один вопросик в чате мелькает а да уже ответили на него больше я пока вопросов не увидела ну какие вызовы и ограничения существуют при использовании нейросетей в школьной практике вызовы и ограничения ограничений в общем ограничивается только ваша фантазия и есть ограничения административного характера допустим вам не разрешают пользоваться англоязычными сервисами в работе то да это будет ограничение вызовы мне кажется что все хорошо в меру нейросети это хорошая штука она помогает облегчает задачу во многом в поиске картинок генерации текстов тестов и так далее ну понятно что человека не заменит пока или к счастью наверное к счастью пока нейросеть не заменила человека и все равно мы любим озвучку голосом живого человека мы любим чтобы текст написан был с душой поэтому нейросети помогают рутинные процессы разнообразить сделать их проще и быстрее а самим заняться больше творчеством вот такой не знаю вызов не вызов но тем не менее в школьной практике но следите за тем чтобы школьники у вас не использовали нейросети для написания сочинений для создания разных работ вот потому что в этом смысле они довольно продвинутые ребята и нейросети активно сейчас используются для этого вот но я больше в школе уже не работаю поэтому я могу только вот из своего прошлого опыта что-то сейчас сказать для этого уже нужны специальные люди теоретики которые вам уже более подробно расскажут о методике я пока их с точки зрения использования в вашей работе рассказала вот на этом пожалуй все какая перспектива развития как вы видите ой они будут развиваться они сейчас развиваются огромными темпами потому что я не успеваю написать обучалку по одной нейросети по тому же кандинскому она буквально через неделю уже изменилась до неузнаваемости и мне приходится ее переписывать сейчас все меняется максимально быстро и нейросети в том числе они вообще в первую очередь изменяются более усложненный вариант сейчас на подъеме нейросети для создания уже видеороликов уже таких более-менее полноценных может быть об этом стоит вебинар провести про создание видео отдельная история будет не хотелось бы чтобы заменили человека вот главное мое опасение да чтобы не были одни нейросети я тут не зря вам на одном из слайдов написала картинку что скоро мы рукоделием будем называть то что не сделано с помощью нейросетей ну вот не хотелось бы чтобы нейросети нас затмили мне кажется что вот такой всплеск потом мне кажется чуть меньше будут про нейросети говорить они уже войдут в нашу повседневную жизнь уже не будет такая хайповая тема ну может я ошибаюсь не знаю но то что они войдут и то что нам так или иначе придется с ними работать это абсолютно верно вот интересно генерировать видео оживить известную личность да ну вот это уже не поместилось в вебинар мы так сегодня с вами перебрали более чем около получаса больше говорили если вам интересно то я попробую освоить эту тему рассказать вам как генерировать видео и как создавать такую интересную анимацию вот известную личность анимировать голос и звук накладывать есть такие вариации попробуем разобраться так что один вебинар мы на следующий год точно запланировали вот да анимацию видео берем хорошо в работу если у вас еще возникнут какие-то интересные идеи то пишите мы попробуем в следующем году об этом поговорим вот да спасибо большое вопросы если я какие-то пропустила то тогда уже давайте в личной беседе если вы хотите еще что-то узнать то вот можно написать мне по электронке или в контакте или в телеграме где захотите вот я с вами прощаюсь в этом учебном году это был последний вебинар я надеюсь увидимся в следующем учебном году постараемся чтобы это было интересно как всегда и полезно я вам желаю хорошего лета берегите себя если кто-то в отпуске то хорошего отпуска если кто-то продолжает работать то побольше творчества в работе ну и всего самого хорошего и до встречи до встречи не знаю я не знаю что сейчас это очень любовь ну и вот не знаю что и и Продолжение следует...